Здравствуйте, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Светлана Сотникова, я ландшафтный дизайнер и растенияевод с 20-летним стажем. Хочу вам сегодня рассказать о грецких орехах. Возможно, развеять некоторые мифы, возможно, убедить вас в том, что это дерево абсолютно необходимо в вашем саду. Для начала я немного расскажу о грецком орехе, как о дереве, в принципе. Это очень крупное растение. Вы наверняка читали об этом. Но дело в том, что грецкий орех живет тысячу лет. И пик его зрелости, самый молодой плодотворный возраст приходится на период от 200 до 500 летнего возраста этого растения. Поэтому грецкий орех до 50 лет считается еще очень маленьким молодым деревом. Тем не менее, вы можете наслаждаться плодами этого растения уже начиная с шестилетнего возраста. То есть грецкий орех очень рано вступает в плодоношение. Грецкий орех, дерево, я так скажу, неубиваемое. Очень многие люди выращивают грецкий орех на своих участках наравне с яблонями, грушами, сливами, с другими обычными деревьями. А многие люди, оказывается, даже представить себе не могут, даже предположить не могут, что грецкий орех можно выращивать в наших широтах, в нашем климате. Хочу вас убедить в том, что можно и нужно. Грецкий орех очень полезное дерево. Он выделяет в атмосферу, даже вот сейчас, летом, очень много йода. И просто находиться, дышать воздухом, под грецким орехом, очень полезно для нашего организма. Для тех людей, которые живут вдалеке от моря и не принимают, не получают в пищу столько йода, сколько обычно приходят с морепродуктами. Просто дышать, и то мы уже наполняем свой организм йодом. Не говоря уже о том, что мы будем еще кушать плоды. 20-летний грецкий орех способен принести больше, чем мешок, большой картофельный мешок хороших, полноценных грецких орехов. Это дерево, которое нуждается в паре. Грецкий орех может расти один, но у него есть такая особенность. Когда грецкий орех зацветает, у него есть мужские и женские цветы и они никогда не открываются одновременно. Сначала зацветают мужские цветочки, отцветают, опадают, а потом появляются женские. Впоследствии, мужские цветочки появляются на некоторых сортах грецкого ореха еще раз, повторно. Поэтому, когда дерево одно, оно просто физически не может опылиться. Грецкий орех опыляется ветром, он цветет очень рано, до распускания листьев. Когда грецких орехов два или больше, сроки цветения не всегда совпадают. Особенно, если это растения разных сортов. И тогда грецкий орех имеет шанс опылиться и принести плоды. Поэтому в саду желательно иметь несколько разных сортов грецкого ореха, по крайней мере, несколько разных деревьев. В саду я сказала условно, потому что расстояние от дерева до дерева может находиться в диапазоне от пяти до двухсот метров. То есть грецкий орех, растущий у вашего соседа или даже в доме через улицу, он в любом случае поможет опылиться вашему дереву. Ваше дерево, соответственно, поможет ему. Чем больше грецких орехов в одной группе, в одной роще, тем больше плодов на каждом. Это главное правило, о котором следует помнить. Хочу рассказать вам еще об одной вещи. Возможно, вы слышали, что грецкий орех необходимо высаживать. Когда вы высаживаете грецкий орех, посадочную яму под него заполняют чем-то жестким. Кто-то дно посадочной ямы засыпает камнями, кто-то кладет лист жести, кто-то укладывает даже тротуарной плиткой. Возможно, вы слышали о таком. Но я хочу сказать одно. Это делается для того, чтобы грецкий орех, у него стержневой корень, чтобы он не пускал свой стержневой корень прямо вглубь к центру земли. Если стержневой корень упирается во что-то твердое, он не может дальше расти, и ореху приходится корневую систему свою распространять в стороны, образовать более развитую мочковатую корневую систему. Это ускорит плодоношение, это увеличит выносливость дерева и его стойкость. Но это поможет дереву просто больше получать питание из земли, потому что чем больше корней, тем больше, вы понимаете, получается дерева возможностей для роста. Если вы высеваете грецкий орех из плодика, когда созреют вот эти плоды, сейчас лето, еще они не готовы, но когда они созреют, оболочка раскроется и орешек упадет на землю. Вот это самое лучшее время для того, чтобы сеять грецкие орехи. Тогда, когда дерево само его отдает. Вы можете взять орешек и посеять его в землю. Тогда вам, конечно же, нужно будет внизу заложить посадочную яму чем-то жестким. Если вы приобретаете саженец, то такой необходимости уже нет. Потому что, когда саженцы растут в питомнике, а потом вы их покупаете, их для вас выкапывают. Когда саженцы выкапывают, им обрезают этот мощный стержневой корень. Поэтому, если вы приобрели готовый саженец грецкого ореха, то закладывать тротуарной плиткой посадочную яму уже не следует. Стержневой корень уже обрублен, и грецкий орех уже в любом случае будет вынужден развивать разветвленную корневую систему. Повторюсь, еще раз скажу, что грецкий орех дерево неубиваемое и очень надежное. Даже если вы увидели, что стержневой корень обрублен практически полностью, это дерево, в отличие от всех остальных плодовых, имеет шанс на выживание. То есть грецкий орех приживется даже в том случае, если корней у него совсем-совсем мало, ну почти нет. Единственное, что ему придется повыживать, поприживаться год или два. Но потом он все равно примется и будет расти. Если же у него хорошая, вполне себе развитая корневая система, то, как любая пересадка, она отбросит немножечко растения в развитии, задержит развитие на год или два, но не остановит. И в шестилетнем возрасте ваш орешек зацветет впервые. Может принести уже первые орехи. С каждым годом плодоношение у грецкого ореха увеличивается. Вот если представить себе график, то каждый год на ступенечку. Выше, выше, выше. Но бывают такие циклы один раз в семь лет у грецкого ореха, когда его плодоношение просто превышает все разумные представления. То есть один раз в семь лет грецкий орех плодоносит очень-очень обильно для своего возраста. Не нужно думать, что на следующий год плодоношение его снизилось и что-то ему стало плохо. Просто-напросто прошел вот этот семилетний цикл. И опять постепенно, постепенно, каждый год больше, больше, больше будете собирать орешков с вашего растения. Существуют скороплодные формы грецкого ореха. Очень популярно сейчас грецкий орех-идеал. Наверняка все слышали это название. У нас его сейчас выращивают, продают. По сути, я хочу объяснить, что по сути, сам по себе орех-идеал выращен в очень-очень южных условиях. И у нас здесь, в средней полосе, ему холодновато. Но то, что мы знаем под этим наименованием, это скороплодная форма ореха, это потомки этого самого сорта-идеал, выращенные из семян. Но в пользу грецкого ореха хочу сказать, что грецкий орех, выращенное из семечка, наследует качество материнского растения. Более чем в 60% случаев. Это доказанная учеными информация. Поэтому с вероятностью 60% и больше ваш орех, выращенный из семечка, будет иметь качество материнского растения. Материнское растение – это то растение, с которого мы непосредственно собираем плоды. Вот здесь сорт пинский, и на нем плоды будут больше всего похожи на сорт пинский. Но если пыльца прилетела с дерева, которое у меня называется Самохваловический 2, значит, возможно, некоторые из саженцев будут похожи на Самохваловический. Но они оба хорошие, хорошие в любом случае будут плоды. Так вот про орех-идеал. Растения, выращенные из семян идеала, они будут похожи на идеал, то есть они наследуют его скороплодность, они наследуют его карликовость, небольшие размеры. В принципе, это идеальное растение для небольших участков, для тех участков, на которых нет места для гигантского дерева. Орех-идеал вырастает примерно до 3-4 метров в высоту, но вы должны помнить, что и плодов на нем, соответственно, будет немножечко меньше. В качестве опылителя для больших деревьев он подходит. И если у вас недостаточно места для большого дерева, значит, вы можете приобрести одно большое и одно маленькое, то есть сорт-идеал. Саженцы орехов-идеал гарантированно дают плоды на 3-4 год жизни, в то время как саженцы обычных крупных рослых сортов на 6-7 год жизни. Грецкий орех по своей природе это горное растение, а в горах, вы знаете, климат сложный. Там ветра, не всегда хорошие почвы, поэтому грецкий орех способен выживать в любых, абсолютно любых условиях. Он может расти везде. И я бы даже так сформулировала, не надо ему мешать расти. Посадили, поливайте. Когда приживется хорошо, можно подкармливать. Все остальное он сделает сам, исправится сам. Мне очень понравилась одна формулировка, которую я встретила в научном журнале. Грецкий орех толерантен к болезням и вредителям. Что это обозначает? Толерантен к болезням и вредителям. Нельзя сказать, что грецкий орех ничем не болеет. У него появляются иногда пятна, на нем паразитируют иногда вредители, но ему все равно. То есть не страдает дерево от того, что что-то случилось с его листьями. Он продолжает расти, он продолжает развиваться, он продолжает плодоносить. И даже при огромном обилии каких-то вредных факторов он все равно продолжает расти. Не нравится вам, что кто-то сгрыз листочки. Значит, когда пройдет листопад, вы можете эти листья сгрести и сжечь, чтобы не размножать то, что испортило, скажем так, внешний вид вашего дерева в этом году. Обрезать, собирать, обрабатывать чем-то грецкий орех по этому поводу абсолютно незачем. Вот грецкий орех сорта идеал, скороплодная форма. Хочу обратить ваше внимание, что это, конечно, не норма, но так произошло в этом году. Грецкие орехи этого сорта дали первые плоды в однолетнем возрасте. Обратите внимание, что этот саженец взошел в прошлом году весной и вырос до такой высоты. В этом году на макушечке он завязал свой первый плод. Тут я не могу, к сожалению, показать, в зарослях их несколько. Вот это второй год жизни орешка. Вот какой высоты он вырос. Ну, немножечко меньше, чем по пояс, но у него еще есть время до осени. Вот это орех. Идеал взрослое растение. Обратите внимание, что плодоносит достаточно обильно. А размер его, вот я сейчас попробую наклонить веточку. Ну, не больше двух с половиной метров в высоту. При этом плодики у него практически такого же размера, как у крупноплодных сортов ореха. Немножечко-немножечко мельче. Чуть-чуть круглее. Ну, их достаточно много для того, чтобы дерево могло расти. Обратите внимание, молодой прирост грецкого ореха. Вот эта ветка, абсолютно зеленая, вот я держу рукой внизу, вот это, вот это полтора метра выросло за год. Но при всем при том, дерево не превышает своих компактных размеров. Оно просто становится шире, гуще, но способно давать хорошие ростки. И несмотря на то, что я очень хорошо отзываюсь о грецких орехах карликовых сортов, скороплодных сортов, все-таки сама больше люблю вот такие большие крупные деревья. Вот этому грецкому ореху 20 лет, и он приносит очень хороший большой урожай. Для продажи я высеваю как минимум тысячу плодов в грядку, а все остальное мы кушаем, получается примерно мешок, большой картофельный мешок. Еще одну мысль хочу донести до своих слушателей. Сейчас очень большую популярность набирают орехи, так называемые тонкокорые. По крайней мере, покупатели, которые приезжают ко мне, спрашивают, скажите, а этот орех с тонкой скорлупой, его можно раздавить рукой или нельзя? Я говорю, что я обычно предпочитаю вскрывать орехи ножичком, потому что орехи с тонкой скорлупой любите не только вы и не только я. Их обожают птицы, крупные птицы, сойки, если вы живете около леса, вороны, если ваш грецкий орех растет в городе. Куры тоже не брезгуют грецкими орехами, когда они падают на землю. Поэтому тонкокорые грецкие орехи, вот видите, видите орешек, уже проклевали дырочку. Но он пока еще не созрел, он еще невкусный. А когда он созреет, птички проклюют отверстие прямо там наверху, на дереве, и съедят вкусное зерно. Поэтому у каждой положительной характеристики грецкого ореха есть своя обратная сторона. Если в вашей роще много саженцев, много деревьев грецкого ореха, вы вполне можете себе позволить несколько растений с тонкокорыми плодами. Я буду очень рада, если эта информация окажется для вас полезной. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всего доброго!